Здравствуйте, уважаемые трейдеры! Сегодня 7 ноября. Вы смотрите ежедневный обзор рынка от компаний Fibagroup. В студии его ведущая Марина Нестерова. Валютная пара евро-доллар. Негативные данные по рынку труда США укрепили пару евро-доллар в пятницу. Однако текущая неделя открылась укреплением американца на фоне грядущих выборов в США. Хиллари и Трамп практически сравняли свои рейтинги. Однако небольшое преимущество имеет все же госпожа Клинтон, что благоприятно влияет на американскую валюту. Открытые позиции трейдеров указывают на преимущество продавцов, так как открытый интерес практически не изменился, а объемы торгов сократились практически на 10%. Среднедневная волатильность за последние 5 торговых дней удерживается в пределах средних значений за месяц и полгода, но все еще не исключаю роста торговой активности. Рассчитываю на снижение евро в паре с американской валютой при пробое уровня 1.1050. А сейчас перейдем к паре фунт-доллар. Фунт после сильного ралли откатывается на фоне укрепления американской валюты. Открытые позиции трейдеров указывают на преимущество покупателей, так как открытый интерес несущественно изменился при сокращении объемов торгов практически на 49%. Среднедневная волатильность за последние 5 торговых дней все еще находится ниже средних значений за месяц и полгода. С большей вероятностью будем наблюдать снижение вплоть до отметки 1.2320. А сейчас перейдем к паре доллар США-канадский доллар. И снова слухи правят рынком нефти. На конференции в Абу-Даби инвесторы получили новую дозу обещаний. Мохаммед Баркиндо заявил о том, что все 14 членов ОПЭК готовы сократить добычу черного золота. Однако радость канадца была недолговременной. На фоне хоть и несущественного, однако преимущества Клинтон, пара снова застряла в боковом диапазоне. Открытые позиции трейдеров все еще не позволяют определить общее настроение пары, так как одонаправленного ценового движения нет. Открытый интерес несущественно изменился при росте объемов торгов на 72%. Среднедневная волатильность за последние 5 торговых дней продолжает снижаться, отдаляясь от средних показателей за месяц и полгода. Несмотря на сегодняшний гэп при открытии сессии, пара все еще блуждает в диапазоне. Поэтому стоит говорить о продажах после преодоления отметки 1.3350 и покупках при преодолении уровня 1.3460. А сейчас перейдем к экономическому календарю на сегодня. Кроме встречи Еврогруппы, важных новостей сегодня не запланировано. Однако выход данных по очередным соцопросам относительно завтрашних президентских выборов США подвергает риску спекулятивную торговлю. На этом у меня все. Благодарю за внимание и до встречи в следующих выпусках программы «Фокус рынка». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Фибагрупп Фибагрупп Ваша финансовая группа поддержки Фибагрупп Фибагрупп